Здравствуйте, мои дорогие! Хочу снять для вас распаковку вот этой чудесной коробки от Натальи, которая живет во Франции, которая мне послала вот такие вот ароматы все винтаж. Какие-то я у нее заказывала, а какие-то она мне положила просто с сюрпризом. Это великолепно, это настолько приятно и настолько радует. Вот такая прекрасная открытка. Отдельно идет, я уже у нее заказывала ароматы, отдельно идет вот такая вот лаванда. Представляете? Я обожаю лаванду, посмотрите, какая красота. И решила вместе с вами открыть и показать все, что лежит в этой посылке. Обзор будет потом, а пока давайте вот раскроем. Здесь много ароматов. Буду раскрывать все по порядку и рассказывать и показывать. Это очень приятно. У Наташи очень много интересных ароматов, очень редких. Так, начинаем. Дживанши. Дживанши. Винтажная миниатюра. Для меня вдвойне приятно и вдвойне это все уникально, потому что в Сиднее, в Австралии вот таких вот редкостей практически нет. Их, точнее, не практически. Их, в общем-то, не бывает. Их невозможно найти. Буду складывать вот сюда, то, что уже открыла. Что-то для меня не будет сюрпризом. Что-то я заказала. Какие-то ароматы будут, конечно же, сюрпризы. Например, вот этот. Кенза. Эду туалет. Я знаю, что это за флакончик. Наверное, многие из вас догадаются, что это за флакон. Сейчас ничего открывать не буду. Нюхать ничего не буду. Просто буду наслаждаться процессом распаковки. Наталья второй раз посылает мне ароматы. И каждый раз, девочки, это просто великолепие. Великолепные ароматы, это, конечно же. И как она упаковывает? Упаковывает она так, что ни одна капелька не проливается. Все до вас доезжает в полностью и сохранности. Это очень важно. Особенно, когда, конечно же, аромат редкий. Очень важно, чтобы он был хорошо запакован. Очень важно знать, что аромат доедет вас. До вас. Найдет вас. Еще один кинзо. Знаете, вот этот кинзо у меня был когда-то очень давно. Наверное, не только у меня одной. Я помню даже рекламную кампанию с такой девочкой азиатской, очень красивой, в яркой такой какой-то спортивной одежде. Ну, не в спортивной, но в такой яркой. Вот этот вот листик. Вот он у меня был. Повторяю, ничего не буду сейчас открывать, пробовать. Все это будет потом. Следующая коробочка. Вы видите, насколько все качественно упаковано. Вы видите, вы понимаете. У Наташи просто. У Наташи, во-первых, вкус хороший. Во-вторых, конечно же, выбор. Ох, балмам. О май гад. Посмотрите, посмотрите. Джули Мадам. Посмотрите на эту редкость. Девочки. Ну, посмотрите. Я вся в предвкушении. Я вся в предвкушении, как я все это буду разнашивать. Как я буду знакомиться с этими ароматами, например, балмам. Балмам. Не знаю. Я не знакома. Никогда их не нюхала, не пробовала. Вентверт. Посмотрите, какая красивая коробка. Ох, чудесно. Посмотрите. Посмотрите, как красиво. Надеюсь, вам это видео принесет такое же удовольствие от распаковки моей, какой оно приносит мне. Потому что это, как, знаете, как в магазине с игрушками. Потихоньку, потихоньку ты открываешь сначала одну игрушечку, вторую. Нет, не в магазине, а как под елкой. Вы раскрываете подарки? У меня сейчас такое впечатление, что Новый год, и у меня много подарков. Ну, конечно же, классика. Амариша от Дживанши. Очень я люблю этот аромат. У моей мамы он был долгое время. Она его очень тоже любит. Ни один флакон сносила. И у меня, конечно, с этим ароматом чуткая ассоциация с мамой. Когда я уже училась в школе, потом в институт поступила, вот у нее был этот аромат чудесный от Дживанши. Наташенька. Что ты делаешь со мной, Наташа? Наташа. Так, следующая распаковка. Следующая красота. Произведение искусства. Я в этом году, я уже говорила, решила обратить свое внимание на винтажные ароматы. Мадам Роша. Я о ней мечтала. Мечтала о ней. Мечтала. Именно о винтажной версии Мадам Роша. Ее невозможно найти. Повторюсь, может быть, где-то и она в легком доступе. Но в Сиднее винтажную Мадам Роша, конечно же, как говорят, днем с огнем не сыщешь. Плохо я вам показала бутылочку, флакон. Посмотрите на него. Посмотрите на него. Какой он красивый. Какой он изысканный. Я браю. Так, а это, по-моему, аромат от Нина Ричи. Да, Нина Ричи. Давайте мы его откроем. По-моему, он очень редкий. Да. Я с ним не знакома. Посмотрите, как. Такой постамент красивый у него. Флакон. Мне очень еще нравится, конечно, дизайн флаконов винтажных. Они... Ну, они красивые. Они изысканные, красивые, элегантные. Сейчас есть, конечно, разные флаконы, есть разные бренды. Но вот такого класса, такого шика, наверное, все-таки уже мало у кого встретишь. Именно в оформлении флаконов. Сейчас немножечко все такое вычурное. Ну, и совсем другое, конечно, время. Я понимаю, материалы другие. Вот. Классика. Это классика. Классика это всегда классика. Так. Так. Я мечтала об этом. Карвен. Что здесь у нас? Карвен. Магриф. Наташечка, спасибо большое. Ты просто волшебница. 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 Опять. Ну, это прелесть. Это прелесть. Давайте посмотрим. Давайте откроем. Как я это все люблю, ребята. Ну, посмотрите. Ну, посмотрите. На эти редкости. Я прям жду. Вот даже уже не знаю, с чего бы мне начать. Что бы мне первое на себя нанести. Какой первый аромат нанести на себя. Так. Здесь аромат в какой-то мешочке, я так чувствую. Короткий нет. Нет. Все верно. Очень хотела я ее попробовать. Эту Нину Ричи. Посмотрите. Посмотрите, какой бархатный мешочек. Посмотрите на эту прелесть. Посмотрите, как красиво. Я вот помню эти флаконы, но у меня их никогда не было. Я все время о них мечтала. И когда у Наташи увидела их на ее странице в Инстаграм, я прям влюбилась в них. Посмотрите. Я все ссылки на Наташу, на ее страницу, на ее адрес электронной почты оставлю под этим видео, а также под всеми видео, которые будут далее, когда я буду обозревать эту красоту. И призываю вас, зайдите, не поленитесь на ее страницу в Инстаграм. У нее очень красивый профиль, если вы любите Францию, если вы любите ароматы, если вы любите винтажные ароматы. Она очень красива, очень эстетична. И она всегда ответит, она всегда очень гостеприимна на своей странице. И также ей смело можно писать и на почту. Ну, шампейн и в Сен-Лоран. Ну, это же просто бомба. Это просто бомба. То, как я люблю шампанское. Ну, наверное, знаете уже, кто давно меня смотрит. Я обожаю шампанское. Конечно же, этот аромат, он для меня просто олицетворение вот этой вот шика французского и французского шампанского. Обожаю. Так, следующее, что такое. Давайте посмотрим. У меня, знаете, у меня прям дыхание замирает. Каждый раз я боюсь повредить коробочку. Аккуратно очень. Скрываю. Каждый раз, с каждой новой коробочкой прям замирает у меня. Дыхание. Ну, это большая радость. Большая радость для меня, как для обожателя, ценителя винтажа. Хотя я небольшой, небольшой, как это сказать, знаток. Я надеюсь, это все временно. Будем изучать, будем пробовать. Сикким этот туалет. Что же это такое? Ой, посмотрите, какая редкость. Посмотрите, какая редкость. Этот туалет 90 градусов. Я, честно говоря, не знаю этот аромат. Вы пишите, пожалуйста, комментируйте, если какие-то из этих ароматов, которые я сейчас распаковываю, у вас были. Вы с ними хорошо знакомы. Пишите, делитесь впечатлениями. Потому что, конечно, повторюсь, какие-то ароматы я знаю. С какими-то я очень хорошо знакома. А какие-то вижу в первый раз. Здесь точно без коробочки. Неужели, что это? Это лалик. Посмотрите, как красиво. Один флакон. Это лалик. Сейчас я его вам раскрою. Как же она хорошо закрывает, запечатывает все, Наташа. За это просто тебе отдельная благодарность. Потому что ароматы все очень ценные. Ароматы очень редкие. Если вдруг что-то случится при перевозке, что-то разольется, будет, конечно, очень-очень-очень-очень обидно. Так. Давайте я как-то постараюсь это вот так вот разрезать. И вытащить на свет. Показать вам этот прекрасный флакон лалик. Кто знает, наверное, уже догадались, что это за флакон. Он невероятно красивый. Вообще, флакон лалик, конечно, это отдельная история. Посмотрите. Посмотрите, какое волшебство, какое чудо. Великолепно. Великолепно. И другой еще флакончик был здесь. Я уже буду вот сюда тоже складывать. Что же это за флакончик? Давайте. Мне Наталья писала о ароматах, которые будут без коробочки. Что это? И с чем это едят? Она очень хорошо разбирается в винтаже. Поэтому, если вы хотите проконсультироваться или еще что-то тоже, обращайтесь. Она с удовольствием вам ответит. Она мне про этот аромат писала. Я тогда потом уточню. Смотрю нашу переписку. И уже в одном из видео расскажу. Ну, вы посмотрите, какое красивое. И пахнет так дивно уже отсюда. Ну, это просто. Это фантастика. Это просто какая-то игрушка. Посмотрите, какой красивый флакон. Так. Следующие. Здесь это у нас пустые наши упаковки. Давайте я вслажу в эту ячеечку. Подвину. Пошуршу немножко. И перейду в эту часть. Эту часть. Об этом аромате я мечтала. Я мечтала о нем, потому что для меня он очень весенний. Очень французский. Это Париж, Париз, Париж, Сен-Варон. Я говорю Сен-Варон. Мне так нравится. Не знаю, может быть, это неправильно. Вот. Такой вот Париж. Я о нем мечтала. Наташа, ты просто чародейка. Ты просто вообще... Ты просто сделала мой день, мою неделю, мой месяц. Все то время, что я буду просто упиваться и наслаждаться. О, что сейчас будет, девочки? Что сейчас будет? Буду упиваться и наслаждаться этими ароматами. Это невероятно. Это что-то невероятное, друзья мои. Что-то невероятное. Поэм. Поэм у нас тоже с мамой был. Этот аромат от Lancome. Помню его пленительную сладость. Помню великолепную рекламную кампанию с моей любимейшей Джульетт Бенош. Вот она идеально, по-моему, олицетворяет этот парфюм. Этот аромат. Поэм. Lancome. Ой, посмотрите. Посмотрите, какой красивый, насыщенный цвет. Все. У меня просто закружилась голова. Это просто невероятное что-то. Так. Следующая. Следующая упаковочка. Открываем. И нам является, является нам, является нам, является нам, что же нам является. Я поняла, что там частично. Боже. Ой, Кристиан Лакроу. Ох, девочки, Кристиан Лакроу. Сейчас я вам его... Это вот так вот. Девочки, посмотрите. Я говорю девочки, но и мальчики, конечно, тоже. Вы посмотрите. Все. Сердечко мое растаяло. Ну, посмотрите, какая красота. Посмотрите, какой шедевр. Великолепно. Ароматы, конечно же, у Лакроу. Я вот не знаю, сейчас он выпускает какие-то ароматы этот дом или нет. Я помню... Ой, Дольчевита, моя любимая! Ой, обожаю Дольчевита. У меня был этот аромат. И он вот, знаете, вот прям мой... Мне он очень по характеру подходит. Он такой какой-то... Ну, как я. Очень его люблю. В миниатюре это смотрится просто потрясающе. Гениально. 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 Ох, вот она. Вот она классика от Кошарель. Вот он, Анаис Анаис. В туалетной воде. Кошарель. Кошарель. Винтаж. Ты мой хороший. Добро пожаловать домой. Так, к следующему. Переходим к следующему. У Наташи просто. У неё, во-первых, вкус изысканный. Я ещё раз повторяю. Во-вторых, конечно же... Ну, она, знаете, она вот коллекционер. Она, видимо, у неё хороший глаз. Она умеет всё это находить. Поэтому каждый раз, заходя на её страницу, я вижу что-то постоянно новое. Постоянно какие-то богатства, сокровища. В общем, она такая хозяйка Медной горы. Винтажных ароматов. Что мне ещё нравится в её, как бы, на её странице, то, что она именно занимается миниатюрными. Миниатюрами. Потому что, ну вот... Ох, вот этот я так хотела. Потому что для меня, конечно, взять какой-то винтажный аромат в полной версии, это, конечно же, рискованно. Не факт, что он вам понравится. Ну и цены, конечно, на полноразмерные флаконы очень отличаются. Небольшой знак. О, мой, что там сейчас будет? Вилочки, мальчики тоже. Lancome. Посмотрите, какой редкий Lancome. Ох, ничего себе. Ничего себе. Attraction. Attraction. Я даже этот аромат не знаю. Первый раз вижу его. Первый раз. Первый раз. Наташа, спасибо, что послала мне такие редкие изыски. А вот это я обожаю. Ивуал, и волны. Это просто невероятный аромат. Кто знаком, напишите. Любите ли вы его так же, как люблю его я. Он бесподобный. Он очень нежный, пудровый. Такой вот прям элегантный. Великолепный. Великолепный. Ивуал. Так. Ну что, нам осталось еще три. Три упаковки. Три упаковочки. Давайте начнем с этой. Я очень боюсь повредить еще коробки внутри. Поэтому открываю предельно аккуратно. Мы же с вами никуда не торопимся, правда? Поэтому будем смаковать момент. Этот аромат я очень хотела. Это произведение искусства. Это тоже Кристиан Лакроа. Убираем ножницы. Посмотрите, посмотрите. Уже какая красота. Какая красота. Я помню, заходила в бутик Кристиан Лакроа, когда училась. Он был на Кузнецком мосту, если вот кто помнит, в Москве. Он был... Нет, не на Кузнецком мосту. Нет, нет, нет. Он был... Где он был? Посмотрите. Посмотрите, какая красота. Он был, по-моему, в Столешниковом переулке. Да. Я помню, туда зашла. Подружка меня ждала на улице. Она почему-то стеснялась заходить во все эти магазины. А я вот помню, зашла. И еще говорила о чем-то с продавцами, там, с консультантами. Перенюхала, помню, там все духи. И вот запомнила вот эти вот, конечно, фокруны. Они мне так вот с удовольствием все показывали. Я помню, он сказала, что я учусь на дизайнера, на художника-моделлера. И они мне все вот с удовольствием показали коллекции последней лакруа. Ну, на тот момент. Ну что, хан, классика, руша. Одна коробочка чего стоит, скажите, да? Ну, а внутри, конечно же, это. А внутри лежит, ну, просто Катрин Денев. Ну, посмотрите. Катрин Денев. Ну, или фаняр, да? Фан. Веда туалет. Ребята, что делается? Что делается? Наталья, ну, ты просто, ты просто чудо. Ты просто чудо, ты просто невероятная. Помимо, я повторюсь, помимо того, что я заказала, посмотрите, сколько еще подарков мне она положила. Следующая, предпоследняя распаковочка. Девочки, смачки. Так, 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 так. Что-то тут основательно запакованное лежит у нас. Что же это? Что же это? Очень все так основательно хорошо запаковано. Боюсь повредить. Когда уже будет видео, это выйдет. Вот эти все моменты с распаковкой, с шуршанием, можно, конечно же, будет перемотывать. Но я вырезать этот процесс не буду. Мне безумно нравится самой смотреть распаковки у людей. Есть в этом что-то такое, знаете, гипнотическое. Ну, я надеюсь, вам тоже, как и мне, нравится. Вот это вот шуршание, разворачивание и выставание на свет. Того, что мы все любители ароматов, любители парфюмерии, так обожаем, так любим, великолепных ароматов. Так, про эти два аромата мне Наташа тоже написала отдельно. Посмотрите, ну, это что-то французское. Лежур, лежур. Ну, знаете, ну, это любовь. Это вот просто любовь. Вы не представляете, насколько приятен этот флакон на ощупь. Матовое стекло. Красивый лаконичный дизайн. Невероятно. И следующий это... Что же, что же это у нас? Боже, здесь даже два. Так, так, так. Это герлен. Это аромат герлен. Жорден ждуй богателли. Посмотрите, посмотри, какое сокровище. Здесь у нас моя любовь. Не только у меня. Это любовь есть. Это, конечно же, лулу. Космическая, невероятная. Необыкновенно прекрасный аромат. Ни на что не похожий. Через года, через века еще будет нас радовать. Конечно же, дизайн флакона для меня он просто... Ну, образец дизайна. Очень красивый дизайн флакона. И вот это вот стекло. Потрясающе. Лужечка моя, девочка. Так, ну что же. Последняя, последняя. Упаковка, распаковка. Распаковка последней упаковки. Джон Франко Ферре. Ой, Джон Франко Ферре. Джон Франко Ферре. Ферре, ферре. Как красиво. Посмотрите. Посмотрите, какой красавец этот Джон Франко Ферре. Так руку сделала. Спешно. Давайте вот так. Какие красивые флаконы, повторюсь. Вот такие вот, знаете, гармоничные, простые, бесподобные. Так. И еще один редкостный аромат от Нины Рич. Так, Ниночка. Ниночка, девочка. Иди сюда. Как она открывается? Очень все просто открывалось. Не надо было ничего крутить. Посмотрите. Посмотрите на него. У Нины Рич очень красивые флаконы. Сейчас тоже симпатичные, но вот раньше, раньше это просто фантастика. Такой вот флакон Нина Ричи, Винтаж. Еще один шедевр от Наташи. Ну что, вот такая у меня сегодня случилась радость. Я с удовольствием ею с вами поделилась. Сейчас немножечко подвину лампу. Ну не лампу, а вот эту стойку, на которой снимаю. И покажу вам весь вот этот мой объем. Волшебница. Девочки, мальчики, посмотрите. Я в счастье. Я в счастье. Скоро будут обзоры, скоро будут винтажные ароматы. Погружусь в них просто с головой. Наташа, спасибо тебе еще раз. Просто, не знаю, огромное. До луны и обратно. И то, что ты делаешь, это очень невероятно. Это очень здорово. Все заходите к Наташе. Я все ссылки оставлю. И до новых встреч. Буду делиться впечатлениями об этих шедеврах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.